МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никакие переговоры тут невозможные. Есть цивилизованная практика, есть дикость. Запрет ЖЖ, запрет миллионов блогов ЖЖ и запрет всем казахским пользователям читать меня из-за того, что кто-то экстремист, это не то, что кто-либо в нашей компании готов обсуждать. Мы сожалеем о том, что Казахстан и Туркменистан находятся в одной позиции по отношению к интернет-цензуре. Потому что мне хотелось бы видеть Казахстан все-таки более передовым государством, чем туркменистам. А президентам все-таки более разумным и умеенным политикам, чем его коллегу покойного Туркмен Баши. Незадача нашей компании менять судебную правопринятную систему в суверенной стране-пазахстан. Мы можем только выразить надежду на то, что по мере того, как ширится и крепится международное сотрудничество, как люди хотят выглядеть по-человечески, на международной арене, мы должны понимать, что это позор, что это дикость, что это приемы из арсенала тоталитарных диктатур и мракобесных теократий, запрещать площадку для общения людям, запрещать людям читать. Да, это же цензура, она же направлена не против каких-то там блогеров, которые что-то пишут. Не то чтобы мне отрезали доступ к моим казахским читателям, это своим гражданам запретили читать несколько десятков миллионов текстов, в которых никакого экстремизма, по мнению этой суди, не содержится. И, в общем, даже не важно, в чем мнение этой суди, она не читала этих текстов, которые она запретила. Или она не эти тексты запретила, она запретила один блог, а кто-то, исполняя ее решение, закрыл миллион. Это идиотизм, значит. Идиотизм не должен являться предметом переговоров. Продолжение следует...